Если честно, знаете, у меня такое ощущение, вот одно, театр абсурда. Так жены мобилизованных отреагировали на прямую линию Владимира Путина. Перед ней они организовали флешмоб, массово направляли свои вопросы. Но ни на один из них российский президент не ответил. А многие мобилизованные ждали хотя бы хоть чего-то, хоть как-то. Они вообще в шоке о том, что, ну, умолчали, как смогли. Это не первая попытка родственников мобилизованных достучаться до властей. Осенью они впервые попробовали выйти на пикеты с плакатами. И тут же привлекли внимание полиции. Документы у вас можно взять? То, что пелена с глаз уходит, понадобилось это время для преодоления фактически вранья. Понять, что Путин врет, государственная власть врет, Шойгу врет. И вот это, наверное, трудно было простым людям осознать, которые всю жизнь жили и доверяли власти, и не влезали в политику. Большинство жен мобилизованных все же предпочитают сохранять анонимность. Татьяна рассказала свою историю по телефону. Она из Саратовской области, и у нее по мобилизации забрали мужа и брата. За последний год они ни разу не были дома. Есть полковой чат, и я вижу, естественно, что там пишут жены. Я ездил к мужу, я ездил к мужу. То есть, ну, они из других подразделения. А в нашем подразделении такого нет. То есть, вот несколько родов в нашем подразделении, и никто не ходит в вольнии. Ни разу они не были, никто. На прямую линию Путина Татьяна не обращалась, но писала губернатору. Ее запрос перенаправили в военкомат, а там посоветовали мужу подписать контракт. Мы вообще на это и надеялись, что власть по-человечески отнесется к нам, нашим мужчинам, что все-таки будет какой-то диалог между нами и властью. Но пока этого диалога нет. Пока же родственницы мобилизованных ходят по разным инстанциям, к ним, в свою очередь, начали приходить сотрудники ФСБ. Об этом женщины сообщили в телеграм-канале «Путь домой». Это все вот начинает кипеть, так сказать, под закрытой крышкой. И тут возникает вопрос уже, что победит. Либо выдержит эта кастрюля, она слишком стальная и очень крепкая, либо не выдержит. И это уже очень трудно предсказать. Одновременно с этим одним из самых популярных запросов в поисковой системе Яндекс стала фраза «Когда вернут мобилизованных?». Начиная с сентября число таких запросов выросло в полтора раза. А на сайте change.org появилось уже две петиции с требованием вернуть мобилизованных родственников.